Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы к нам присоединились. У нас уже какое-то время проходит «Школа исцеления». Мы изучаем различные исцеления, произошедшие во время земного служения Иисуса. Пожалуйста, возьмите Библию, ручку, бумагу и учитесь вместе с нами. Скажите своим друзьям, что мы в эфире и будем рады, если и они к нам присоединятся. Мы разбираем исцеления, произошедшие в служении Иисуса, потому что из них мы можем узнать, как принимать исцеление и как служить исцелением. Мы изучаем их подробно, стих за стихом, строчку за строчкой. Мы собрались с близкими друзьями в домашней обстановке, чтобы провести это время вместе с вами, где бы вы ни находились дома или на работе, и мы так рады, что вы с нами сегодня. Откройте со мной, пожалуйста, 14 главу Луки. Прочитаем с 1 по 6 стих. Луки 14, с 1 по 6 стих. Мы прочитаем этот отрывок целиком, а потом будем рассматривать стих за стихом. Луки 14, 1. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред Небо человек, страждущий водяною болезнью. Посему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Присем сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не то, чесли вытащит его и в субботу. И не могли отвечать ему на это. Давайте вернемся к 1 стиху. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. Итак, Иисуса пригласили в гости в дом фарисейского начальника в субботу, и, очевидно, он туда отправился прямо из синагоги. То есть, прямо после церкви его пригласили на обед. Намеревались ли они готовить ему обед, я не знаю. Но они пригласили его в гости. И сказано, они наблюдали за ним. Они наблюдали с подозрением. Его пригласили не в компанию верующих. Он попал в окружение, которое его пристально изучало. То есть, это была недружелюбная обстановка. Это не было гостеприимство. Это была западня. «Почему они за ним наблюдали?» Второй стих. «И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью». Мне интересно. Просто подумалось. Не поместили ли они этого больного перед ним специально, чтобы подловить его, когда он нарушит субботу. Интересно, что сказано, что этот человек оказался перед ним. То есть, возможно, прямо напротив Иисуса за стол посадили человека с водянкой. При этой болезни в тканях собирается лишняя жидкость. Она может накапливаться в конечностях, в брюшной полости, тогда живот чрезмерно вытягивается. В конечностях же кожа даже может лопнуть от избытка жидкости. Это очень тяжелое заболевание. То есть, это что-то очевидное. Вот что я пытаюсь сказать. Болезнь этого человека была очевидна. И его посадили прямо напротив Иисуса. Я думаю, именно поэтому они наблюдали. Они хотели увидеть, что он будет делать, если мы посадим перед ним больного в субботу. По всей видимости, этот человек хотя бы еще мог передвигаться. Он смог прийти в этот дом. Прочитаем еще раз со второго стиха. И вот предстал пред Него человек, страждущий водяною болезнью. Иисус, отвечая, сказал законникам и фарисеям, законно ли исцелять в субботу? Обратите внимание на эту фразу. Иисус, отвечая. Ему же не задали никакого вопроса. Просто посадили перед ним больного. Он ответил на это. Иисус ответил. Он ответил на эту западню. Я бы назвала это западнёй. Иисус, отвечая, сказал законникам и фарисеям, законно ли исцелять в субботу? Прежде чем что-либо сделать для больного, Иисус задал этот вопрос. Почему? Потому что Он знал, какие у них будут доводы. Незаконно исцелять в субботу. И у нас здесь присутствуют эксперты по вопросам закона, чтобы оценить твои действия. Они опять-таки думали, что исцеление недостаточно свято для субботы. Не правда ли? Таким был их ход мыслей. Но Иисус специально исцелял в субботу, чтобы обезоружить неправильное мышление, чтобы показать несостоятельность неправильного мышления. Он специально исцелял в субботу, в их святой день, чтобы продемонстрировать, что исцеление – это святой акт. Это то, в чем человечество нуждается. Исцеление – не что-то второсортное. Не что-то низкопробное. Оно высочайшей пробы самого Бога, потому что проистекает от самого Бога. Исцеление – акт, достойный Бога. Исцеление – акт, достойный святого дня. У Бога нет несвятых деяний. Итак, исцеление достаточно свято и достойно субботы. Четвертый стих. В ответ на вопрос, заданный Иисусом, они молчали. Почему? Потому что знали, что их ответ шел бы вразрез с его позиции. И, прикоснувшись к человеку с водянкой, исцелил его и отпустил. Итак, они не ответили Иисусу, они оставили свое мнение при себе в этот раз. Но они все равно были настроены критически. Они все равно наблюдали за Ним. Они черпали от Него. Наблюдали. Когда течет поток исцеления, важно черпать из Него, а не просто быть зрителями. Поток исцеления течет, чтобы принести помощь. Реагируйте на поток исцеления. Когда ваш пастор служит, и какая-то часть служения посвящена исцелению, он молится за людей. Реагируйте на это. Не просто сидите и смотрите, как зрители. Вы замечали, что происходит на любом спортивном мероприятии? Конечно, в каждой стране популярны свои виды спорта. Так вот, всегда есть участники, которые находятся на поле, а есть зрители на трибунах. И зрителей всегда больше, чем участников. Участникам платят. Если это профессиональная команда, им платят за участие. А зрители платят, чтобы смотреть. Так что полезно участвовать в том, что Бог делает, а не просто быть зрителем. Если вы будете лишь наблюдать, это будет вам чего-то стоить. Вы упустите то, что могли бы получить. Вы получите меньше, чем могли бы. Всегда нужно участвовать. Эти люди не участвовали, они наблюдали. Они не ожидали чего-то хорошего. Они выискивали ошибки в том, что делал Иисус. А Иисус исцелил человека прямо перед ними. Мне так нравится, что у Иисуса не было никакого страха перед людьми. Он был полностью захвачен тем, чего хотел Бог. Он был заинтересован в исполнении Божьего плана. Кто бы ни радовался и кто бы ни сердился. Просто угождайте Богу. Нам важно, чтобы Он был доволен. Аминь. Аминь. Иисус исцелил этого человека прямо у них на глазах. Произошли очевидные мгновенные изменения в теле этого человека. Было видно, что он исцелился. И после его исцеления, в пятом стихе, Иисус сказал им, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не то, если вытащит его и в субботу». Он говорит, «Вы бы вытащили животное из ямы в субботу, а Я вытаскиваю человека из ямы. Я вытаскиваю человека из ямы болезней и немощей в субботу». Все, кто в яме, нуждаются в избавлении, нуждаются в помощи. Иисус говорит, «Ненормально больше сострадать животным, чем людям». Нам нужно хорошо обращаться с животными, но нужно лучше обращаться с людьми. Аминь. Итак, он говорит, «Вы бы спасли животное в субботу». А в субботу запрещалось физически напрягаться. Нельзя было трудиться в субботу. И он дает им понять, чтобы достать животное из ямы в субботу, вам пришлось бы гораздо больше потрудиться, чем мне, чтобы вытащить человека из ямы болезней и немощей. Почему? Потому что с Иисусом все легко, все легко. Это работа, но не тяжелый труд. Это легкая работа. Шестой стих. И не могли отвечать Ему на это. У них не осталось никаких аргументов пред лицом результатов. Аминь. Печально, что эти религиозные лидеры понятия не имели, кто сидел у них дома в тот день. Кто сидел за их столом. Они понятия не имели. Они были слепы. Они выбрали слепоту. Они выбрали слепоту, потому что прямо перед ними действовала чудотворная сила, сила исцеления. Прямо у них на глазах. У них был выбор. Но люди видят то, на чем они сфокусированы. А они сосредоточились на том, чтобы не были нарушены их законы. Иисус же действовал прямо противоположно их правилам. Они выбрали не замечать, что их посетило нечто большее, чем их правило. Там присутствовала сила. Сила исцеления. Мы не знаем, кто еще за тем столом нуждался в исцелении, но не получил его, потому что был зрителем, а не участником. Они не осознавали, что Бог был среди них. Слово, ставшее плотью, было среди них. Он сидел с ними за столом, а они даже не узнали, кто был с ними рядом. Они даже не поняли, что Он им предлагал, что Он принес. Он задал им вопрос, прежде чем исцелить этого больного, потому что хотел, чтобы и они подключились к потоку исцеления, а не отвергли его. Исцелившийся человек не отверг его, но Иисус хотел, чтобы все приняли поток исцеления. Иисусу не доставляло удовольствия то, что эти лидеры не получили помощь. Он хотел, чтобы они были исцелены. Несомненно, хотел. А потому задавал им вопросы, пытаясь исправить их мышление, чтобы они подключились к Нему. Потому что там присутствовал Бог. Бог являл Себя. Сила исцеления проявлялась. Когда вы приходите в церковь, там присутствует Бог. Когда вы приходите на служение в свою церковь, там присутствует Бог. Почему? Потому что Иисус сказал, где двое или более собраны во имя Мое, там Я посреди них. Там, где проповедуется Слово, Бог присутствует. Почему? Потому что Иисус – Слово, ставшее плотью. Когда проповедуется Слово, проповедуется Иисус. Когда звучит Слово, Он хочет являть Себя. Но людям нужно это осознавать. Это значит, что нам нужно приходить на церковные собрания с соответствующим мышлением и подходом. Осознавая, я не просто иду в церковь, потому что настало время служения. Я иду в церковь навстречу со Своим Отцом. Я приму присутствующее там помазание. Вы знаете, что и дома можно получить силу, потому что вы наполнены Богом. Он обитает внутри вас, тот, кто больше живет в вас. Но течь будет только то, чему мы уделяем внимание. И Иисус пытался переключить внимание этих лидеров с правил и законов, мешавших им принимать от Бога. Но они не воспользовались этой возможностью и остались зрителями вместо того, чтобы получить ответ на свои нужды в тот день. Ведь кем бы вы ни были, когда к вам приходит Бог, вы понимаете, «Мне что-то нужно». Мы все в чем-то нуждаемся. Находясь в Его присутствии, мы прекрасно осознаем нужды, на которые Он может ответить. И важно понимать, что когда наш пастор выходит за кафедру, Бог нам что-то предлагает. Бог нам что-то предлагает. Не через человека, но через служение, в котором находится этот человек. Оказывая почтение пасторскому служению, признавая и уважая его, вы сможете черпать из потока текущего через это служение, и он изменит вашу жизнь. Мы не просто ходим в церковь по привычке. Не просто приходим, усаживаемся на свое место и ставим галочку «Я христианин». Нет, мы приходим с ожиданием. Мы приходим с готовностью признать то, что нам предлагается на этом служении. Так часто, когда пастор выходит учить, люди думают, что это менее значимая часть служения. Учение – не менее важная часть, чем чудеса, чем исцеление. Иисус всегда уделял время учению. Почему? Потому что Иисус – слово, ставшее плотью. И когда нас учат о нем, нам доступна сила. Есть помазание на слове. Это не второстепенный поток. Это другой поток, но не менее значимый поток. Иисус ходил повсюду, уча, проповедуя и исцеляя. Каждый из этих потоков был важен. Поток учения, поток проповеди и поток исцеления. Каждый из этих потоков был необходим. В каждом из этих потоков нуждались люди. И ходя в церковь и веря Богу, мы можем все это получить. Мы можем получить учение, мы можем получить проповедь, и мы также должны получать исцеление. Аминь. И когда наш пастор выходит служить, давайте будем осознавать, что Бог нам что-то предлагает. Бог предлагает нам поток, текущий через пасторское служение, чтобы напитать нашу жизнь. Помните, в Матфея 9 Иисус служил толпам больных людей. И Он увидел, что они, как овцы, не имеющие пасторя, изнурены и рассеяны. Две характеристики даны в Матфея 9 тем, у кого нет пастора. Они изнурены и рассеяны. Что это значит? Они падают на своем поприще. Они нестабильны в своем поприще. Они колеблются и иногда даже оставляют свое поприще и идут не тем путем. Изнурены и рассеяны. Что такое болезнь? Изнурение здоровья. Что такое развод? Рассеяние брака. Что такое отступившие дети? Рассеяние мирного дома. На пасторском служении прибывает помазание, чтобы уберечь вас от изнурения и рассеяния. Божья помощь всегда доступна нам через пасторское помазание. И также мы видим состояние толпы, которая в тот день собралась к Иисусу. Люди были больны. Через пасторское помазание люди получают исцеление. Аминь. Я служу пастором 25 лет. Привилегия и ответственность пастора позаботиться о том, чтобы люди могли получить исцеление через то служение, в котором мы находимся. Аминь. Кто-то может сказать, Иисус не говорил мне служить исцелением. Иисус сказал, «Дела, которые творю я, и вы сотворите». Какие дела Он творил? Учил, проповедовал и исцелял. И нам поручено исполнять Его дела. Он сказал, «Дела, которые творю я, и вы сотворите, и больше сих сотворите». Мы не будем готовы к большим делам, пока не займемся тем, что Он делал. Учением, проповедью и исцелением. Это в первую очередь. Аминь. А большие дела заключаются в умножении того, что вы делаете. Умножение света в учении и проповеди, умножение результатов исцеляющей силы. Итак, приходя в церковь, находясь рядом с мужем Божьим, не относитесь к этому, как к просмотру футбольного матча с приятелем. Посещение церкви не похоже ни на что в нашей жизни. Ничто, что происходит на неделе, не сравнится с тем, что нам предлагается в поместной церкви, где учат Слову и где присутствует сила Божья. Итак, религиозные лидеры в тот день не распознали, кто был у них дома. И они наблюдали, следили за ним с критическим настроем, были зрителями, а не участниками. Находясь рядом со своим пастором, давайте будем осознавать, что Бог нам предлагает. А как насчет того, чтобы осознавать, кто мы во Христе, кем Он нас соделал? Давайте также осознаем, что Тот, Кто в нас больше. Аминь. Давайте будем возвеличивать, а не принижать и преуменьшать Того, Кто в нас. Через то, что мы говорим, через то, как мы живем, через то, как мы поступаем, через то, как мы ведем себя. Аминь. Причина номер один, по которой эти лидеры ничего не получили для собственной жизни, была в том, что они не распознали. Это проблема многих, что они не распознают, что Бог им предлагает, не осознают, кем они соделаны во Христе. Дьявол обожает, когда мы это не осознаем. В заключение, откройте со мной, пожалуйста, первую главу Ефесянам. Ефесянам, первая глава. Начнем читать с 17 стиха. Это молитва, которой Павел молился о верующих. Он рассказывает нам, как он молится. И нам нужно молиться этой молитвой за верующих, за свое собрание, за тех, с кем мы ходим в церковь, за братьев и сестер, за свою семью. И также мы можем молиться за себя или принять это для себя. Когда вы знаете, что что-то вам принадлежит, вам не нужно просить это у Бога. Вы можете просто это взять. Но нужно совершить акт взятия. Ефесянам 1,17. Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости. Посмотрите, Он дает вам мудрость. Вы ее не зарабатываете. Он дает ее. Чтобы Он дал вам Духа премудрости и откровение к познанию Его. Мы можем сказать, чтобы Бог дал вам мудрость и откровение, чтобы вы увидели и познали, кто вы в нем. Восемнадцатый стих. «И просветил очи сердца вашего, или вашего Духа, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих». Если подытожить эти стихи, Павел говорит, молитесь о других, чтобы они, во-первых, знали, кто они во Христе, во-вторых, знали, что у них есть, благодаря тому, что они во Христе, и, в-третьих, знали, что они могут делать, благодаря тому, что они во Христе. Кто они, что у них есть, и что они могут делать? Лидеры, сидевшие с Иисусом в тот день, по-настоящему не знали, кто они. В Завете. В Завете. Они были Божьим народом в Завете с Богом, и они об этом забыли. И когда Бог, Иисус, пришел к ним и проявил этот Завет, они не стали с Ним сотрудничать, поскольку забыли и не осознавали, кто они согласны Завету, и что Иисус предлагал им то, что им принадлежало. Они противостояли Ему, вместо того, чтобы сотрудничать с Ним. Нам нужно молиться за людей, молиться друг за друга, за людей в теле Христа, за наших близких, родных, членов наших церквей. «Отец, помоги им увидеть». Это то, о чем молился Павел. Помоги им увидеть. Дай им Духа премудрости и откровения о том, кто они во Христе, что у них есть во Христе, и что они могут делать благодаря тому, что они во Христе. Нам есть откуда черпать все, в чем мы нуждаемся в этой жизни. Нам есть откуда черпать. Но для этого нужно помнить, кто мы. Нужно знать, кто мы. И Слово говорит в Ефесянам 1, 3, что Он благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. В другом переводе сказано, Он благословил нас всем, чем наслаждаются сами небеса. Аллилуйя! Давайте примем это. Давайте возьмем это. Давайте в это поверим. Аминь! Аллилуйя! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...